Здравствуйте! В этом видео мы расскажем вам, почему в обиходе применяется сразу три термина ГИБДД, ГАИ и ДПС. И расскажем вам, что же такое ОРУД. С 1925 года за обстановкой на дорогах СССР следило подразделение милиции, носившее название ОРУД. Отдел регулирования уличного движения. Но так как ОРУД не справлялась с поставленными задачами, то ей на помощь в 1936 году была учреждена Государственная Автомобильная Инспекция. В 1961 году ОРУД и ГАИ объединили в единую структуру – ГАИ. В 1998 году указом президента ГАИ было переименовано в ГИБДД – Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения МВД РФ. Президент посчитал, что эта аббревиатура более четко отражает назначение службы. Также предполагалось, что данная мера поможет смягчить негативные отношения, сформировавшиеся у водителей за долгие годы существования ГАИ. Прошло некоторое время и оказалось, что новое название ГИБДД в повседневной жизни не прижилось. В разговорной речи автомобилисты по-прежнему продолжали пользоваться аббревиатурой ГАИ. А самих сотрудников службы, как и раньше, именовали ГАИшниками. В 2002 году президент РФ подписал указ и в результате аббревиатуры ГИБДД и ГАИ признали тождественными. В настоящее время допускается именование ведомства Госавтоинспекция. Итак, с понятием АРУД, ГАИ и ГИБДД мы разобрались. А что подразумевает под собой аббревиатура ДПС? ГИБДД является структурным подразделением МВД, созданным для контроля дорожной безопасности. Данное ведомство включает в себя несколько подчиненных единиц. Самые известные для рядовых автомобилистов это МРЭО и ДПС. С задачами МРЭО является проведение экзаменов среди кандидатов в водители, постановка транспортных средств на учет и тому подобное. Подразделение ДПС создано для осуществления контроля за соблюдением гражданами правил дорожного движения. Таким образом, любимые нами стражи порядка, стоящие вдоль трассы, и есть инспекторы ДПС ГИБДД. В обиходе водители обычно оставляют либо первую часть аббревиатуры ДПС, либо вторую ГИБДД. При этом оба варианта являются правильными. Употребление названия ГАИ также является верным. Соответственно, слово ГАИшники тоже имеет право на существование. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и напишите в комментариях, что вам не понравилось.